Беларусь Обе стороны никогда не простят друг другу убитых, потом никогда не простят друг другу процессы иллюстрации, которые сегодня проходят в Киеве и когда он закончится, конца не видно, неизвестно. Никогда не простят друг другу фашистских всевозможных выходок и так далее. Поэтому конфликт будет затяжным, долгим и дай вам Бог вот той же мудрости, терпения, в общем-то, служить вот этой самой примеряющей площадкой. Я думаю, что приезжая сюда в Беларусь, настроение все-таки меняется у обеих воюющих сторон. Беларусь сегодня вот у нас как бы символ единства славянского народа. Пусть они почаще здесь бывают и возвращаются к корням, вы их возвращаете к корням. А вопрос, если вы позволите, у меня будет совершенно другой. Вы затронули тему союзного государства. И вот совсем недавно мы все дружно выбросили такой лозунг, что Евразес умер, да здравствует ЕС. В связи с этим, как вам кажется, в какой короткой или долгосрочной перспективе подобный лозунг может возникнуть в отношении союзного государства? И не будет ли это отступлением от тех глубоких уровней интеграции, о которых вы сказали? Мы ведь общаемся уже и на социальном уровне интеграции, на образовательном уровне интеграции, даже в информационном плане мы продвинулись очень далеко. У нас есть совместные издания, которые, я надеюсь, вы смотрите и читаете, и российско-белорусское телевидение ТРО Союза, и газеты «Союз», и «Союзная Веча». Нас, правда, регулярно пытаются раздербанить, но мы стоим, противостоим этому процессу. Так вот, не будет ли ликвидация союзного государства серьезным отступлением от интеграционного процесса на постсоветском пространстве? Да, Татьяна, будет серьезным отступлением, это уже серьезное отступление, только в лучшую сторону, в плане интеграции. Когда появился процесс Евразес, и мы перетекали, сейчас Евразес уже нет, сейчас есть единое таможенное пространство, фактически Евразийский экономический союз. Это Трое, плюс Армения, плюс Кыргызстан к этому стремится. А остальные, кто был Евразес, пока еще думают, присоединятся к этой так называемой глубокой интеграции или нет. Но когда появился этот процесс, и уже все поговаривали, ну, может быть, и союзное государство не надо. Чую нутром, что такие мысли были у ваших руководителей, но я, опережая их, предупредил, не торопитесь, это дорого нам не стоит. Давайте ликвидируем союзное государство, если кто-то хочет. Тогда, когда таможенный союз или нынешний Евразийский союз достигнет вот этого уровня интеграции, что в наших двусторонних отношениях, в нашем союзе, ведь мы даже половины этого не достигли. У нас это чисто экономический союз. А что такое союзное государство? Единое по дипломатическим каналам двух МИДов, единое планирование. Так, Владимир Владимирович? Мы составляем планы. Два МИДа, по-моему, двугодичные, да? На два года. На два года. Действия в области внешней политики. На два года. На два года. Уже десятые. Единые планы. У нас абсолютно равные права практически из-за шероховатости граждан России и Беларуси. По крайней мере, вы к нам едете, вам, ну, к нам приехать, проще, может быть, даже, чем в Питер залететь. Вы приезжаете, как свои люди. Вас никто там не тормошит, не выворачивает вам карманы и так далее и тому подобное. У нас единое оборонное пространство. У нас создана, если хотите, единая армия. Основу которой здесь, на этом направлении, составляет белорусская армия. И части Московского военного округа и другие по плану Министерства обороны Беларуси и России в случае конфликта немедленно подключаются к этой бойне, к этой войне. Не дай бог, произойдет струкновение в Беларуси, наша армия начинает по плану немедленные действия. Ну, ясно, если это, не дай бог, НАТО позволит себе. И по времени, по дням расписано, какие части с Россией немедленно подключаются к этому конфликту. У нас это военные составляющие, которые нет сегодня в Евразийском Союзе. Она даже не прописана. Визовые вопросы, другие, я уже сказал, о дипломатии, человеческом измерении. Этого нет. Более того, я уже об этом говорил, наверное, это не понравилось ни Путину, ни Назарбаеву. Я говорю, господа, когда подвисывали договор о Резийском Союзе. Вот смотрите, Евразийский Союз договор, а вот Таможенный Союз, наши документы. Чем они отличаются? Меньшей глубиной интеграции. То есть мы сделали отступление и подписав этот договор, ну, исходили из возможного. Ну, дальше глубже невозможно. И не по вине Беларуси. Мы упрекали своих партнеров, что вы отступаете от уровня Таможенного Союза. Более того, вы не идете на принципы, которые должны быть при едином вот этом экономическом таможенном пространстве. Россия? Ну, потому что нефть и газы – это вещи дорогие. Ну, где-то к 2025 году мы будем готовы. У казахи по своим каким-то принципам. А я им всегда говорю, слушайте, господа хорошие, так зачем вы затеяли тогда этот Таможенный Союз и Экономический Союз? Если вы боитесь, волков боятся в лес не ходить, и России ли боятся. И ведь речь шла, если говорить о нефти, газе там и других вещах, речь, что идет только о Беларуси. Потому что у казахов этого добра хватает в Украине с избытком. Но, я говорю, мы же должниками у вас не будем, мы же не бесплатно просим. Но если мы идем на это, то здесь свободное должно быть перемещение всех товаров, людей, капиталов, услуг и так далее. Ну, правильно, это же принцип. Нет, мы не можем, ну, я не знаю даже почему. Или даже у меня есть свое мнение, боюсь даже вам его говорить. Поэтому это не к нам вопросы, что мы отступили, создавая этот союз, от некоторых принципов, которые были декларированы и уже действовали в наших договоренностях по таможенному союзу. Не говоря уже о союзном государстве. Я уже много говорил о союзном государстве, коль вы затронули эту тему. Поверьте, это тоже не наша вина, что сегодня народы не удовлетворены тем уровнем реализации договора о союзном государстве. Это не наша вина. Но, коренной вопрос, мы должны были, возьмите договор о союзном государстве, вынести на референдум в России и Беларуси конституцию будущего союзного государства. Россия, руководство России на это не пошло. Нам предлагали единую валюту. Потом нам, когда я начал спрашивать, объясните, зачем и что за единая валюта? Мы ведь договаривались о том, что да, о единой валюте быть. Но это как в Европе и прочее. Должна быть независимая единая валюта. Не важно, как будет называться. У нас и у вас рубль. Поэтому пусть будет рубль. Но эмиссионный центр. Это на равноправных условиях. Не так, как это интерпретило в средствах массового государства. Вот Лукашенко равноправное условие предлагает. Это значит все в кучу сложить и поделить наполовину. Я говорил, господа родные, если наполовину поделить, то Беларусь захлебнется от тех благ, которые ей достанутся при дележке. Мы на это никогда не настаивали. Равноправие – это значит, что все вопросы будут решаться в интересах россиян и белорусов. Если валюта, то эмиссионный центр должен быть независимым. Нет России, нет Беларуси. Вот как мы сейчас в Евразийском экономическом союзе пытаемся это сделать по отдельным вопросам. Комиссию создали независимую. Как бы не нравилось кому-то, но на равноправной основе. Правда, вопросов у нее маловато пока. Так и при создании вот этой единой валюты. Мы не были против. Но мы говорили, нет. Эмиссионный центр будет в России, где он там, в Питере или в Москве. Центробанк будет управлять всем. Ну, а мы там где-то рядом. Читай. Если нам надо зарплату где-то заплатить, то надо прийти и на колено стать в Кремле. Какая же это независимость? Я так ставил тогда этот вопрос. Сейчас об этом уже все говорят. Первым Горбачев сказал, нельзя белорусов обманывать, они все равно потом разберутся. Если мы строим союз, главный принцип построения любого союза – это равноправная основа. Равноправная. Россияне на это не пошли. Если идти на Конституцию, там надо прописывать все. Вы знаете, основные моменты Конституции. Территория, власть, парламент, президент, непрезидент и прочее, прочее. Слушайте, ну как? В то время, сейчас не знаю, в то время как-то. Лукашенко пустит на российское пространство, он будет участвовать в выборах. Да вы что? Когда я говорю Лукашенко, белорусов. А что будет, а вдруг? Тогда я впервые сказал, ну, полков боятся в лес не ходить. Знали, на что шли, что подписывали. И мы не пошли на референдум, и мы не создали главные основы нашей будущей интеграции, нашего союзного государства, о котором мы говорим. Никакого не может быть ни то союзного, ни то конфедерации, федерации и так далее, если нет Конституции. Это основа. Ну что ж, нельзя так нельзя. Давайте на двусторонней что-то основе делать. И вот тогда мы начали принимать решения в области образования, здравоохранения, перемещения людей в оборонном пространстве и так далее. Ну, пошли потихоньку снизу. Вот как было. Это было на ваших глазах. И в чем причина того, что, ну, якобы, союзное государство сегодня не действует и так далее. Оно действует, но люди не удовлетворены ни у вас, ни у нас этими процессами. Они должны идти более быстрее, эффективнее и, главное, зримее для людей, чтобы люди видели пользу от этого государства. Ну, и при том еще вот этой информационной, ну, скажем, не войне, а перебранки между Россией и Беларуси, они иногда теряют ориентацию. Поэтому свято. Вот это то, что вы проезжаете, для меня это святое. Потому что через вас я могу, ну, хоть как-то донести свою позицию для тех людей в глубинке, которые, ну, привыкли к средствам массовой информации. Как увидели, так и поняли, так и усвоили. Вы хоть как-то правду скажете. И когда после пресс-конференции моей откровенности с вами меня начинают там упрекать в Москве, я говорю, ребята, так вы дайте нам возможность. Дайте нам канал, как мы вам даем. И мы будем просто свои новости, там, свой какой-то программы, ну, то, что есть в Беларуси, показывать, а вы оцениваете. Чего вы боитесь этого? Нам этого не дают, поэтому я говорю, я вынужден приглашать и говорить правду тем, кто приедет. Поэтому вы на меня не обижайтесь.